Пять человек пострадало в результате столкновения трех маршруток. ДТП произошло утром вблизи остановки проспект Металургов. Наши журналисты побывали на месте аварии, выслушали водителей, очевидцев и готовы рассказать вам подробности инцидента. Они ехали все по проспекту, у них остановка здесь. Продавец торговой точки на проспекте Металургов Евгений рассказывает, как произошла авария. Около половины десятого три маршрутки, 79-я, 77-я и 63-я не смогли разминуться. Каждая была полна пассажиров. А 63-й он, наверное, за ними просто летел с того светофора, с дальнего. И на этом светофоре у них был зеленый уже, и он, наверное, не успел затормозить и врезался в них. А эти уже продвинулись сюда. А когда уже все выяснилось, приехала потом скорая, начали двери ставить. Люди повыходили все с маршрутов, все были в шоке, особенно 63-го. Видео аварии уже к середине дня появилось в интернете. На записи хорошо виден момент столкновения, а также то, что спустя максимум минуту прямо на дорогу стали выходить пассажиры. В 79-й маршрутке, уверяет ее водитель, пострадавших нет. Вспоминает, как все было. Все. Спереди меня притормозило, и я притормозил. Сзади 77-я тоже притормозило. А 63-я не сдержала дистанцию, в него въехала, и 77-я въехала в меня. Все. Ну, понял. Переживаете? У меня первый раз эта авария. Сколько я работаю? А сколько лет вы работаете? На маршруте три года. В результате ДТП маршруты транспортного института были повреждены. На данный момент опрашиваются очевидцы, собирается материал. Предварительная причина – водитель Мерседес Принтер 63-го маршрута не выдержал безопасную дистанцию. При аварии пострадало пять человек. Все пассажиры 63-й маршрутки, говорят в ГАИ. На трех скорых они были направлены в городскую больницу экстренной медпомощи. Все осмотрены хирургом, нейрохирургом, травматологом, челюстно-лицевым хирургом, лордом еще подключался. Все нужные обследования произведены, и они все пошли на благотворное лечение. У всех ушиб мягких тканей, ни переломов, ни каких-то повреждений внутренних органов нет. Так что в этот раз обошлось. После осмотра пострадавших отпустили домой. Когда появится окончательное решение ГАИ с указанием виновного, в Гордепартаменте транспорта рассмотрят вопрос о принятии мер к перевозчику, вплоть до расторжения договора.